Всем привет! В этом видео хочу рассказать, как я установил электрозапуск на двигатель с Кентавра с мотоблока Кентавр 1070, что для этого понадобилось, с какими проблемами я столкнулся. На форуме много было написано, фотографий, но проблемы у меня были свои, поэтому хочу показать, мало ли кому чего придется. В общем, для этого я взял стартер москвича, генератор москвича, потому что его родной штатный генератор не дает столько зарядки, чтобы зарядить аккумулятор, и волговский маховик свинцом. В общем, сделал я такую раму, рамку для крепления, просверлил здесь, у меня штатные крепления были обломаны, просверлил отверстие, прям насквозь в блоке, нарезал резьбу, закрутил болтами на 10, спереди с торца тоже закрепил, где бак крепится, эту же рамку. И под стартер вырезал такую плиту и тоже закрепил внизу проушиной. Вот долго я думал, как его стартер здесь закрепить, чтобы ничего не оторвало. В общем, что я еще сделал, у меня была проблема с вырезать, как вырезать отверстие под стартер, но я проблему решил просто. Железо вначале этот лист был длиннее, снизу и сверху, по центру примерно вырезали автогеном отверстие, взяли вот такую трубу, подобрали, по диаметру подобрал, которая находит на стартер, слегка свободноватая. Ну, как бы, будет нормально, я думаю. Просверлил, выставил стартер, в каком положении мне надо, просверлил отверстие для крепления стартера. Что еще я... И потом, когда установил маховик на место, на место сюда, сейчас я покажу, как я балансировал его, потом покажу, как я устанавливал. Так, в общем, маховик, маховик мой меньшего диаметра, чем на форуме пишут и рассказывают, что его можно вот тут проточить и надеть венец. Мой маховик меньшего диаметра, не знаю, может на каждом двигателе по-разному, может на семерке меньше, он легче. В общем, пришлось маховик обрезать в токарном станке, вот часть маховика вырезать и здесь проточить углубление побольше не столько, сколько под венец, а глубже. Почему? Я хотел его закрепить на болты, но когда токарь сделал с допуском, он мне посадил просто на горячее его и, как бы, говорит, нет смысла ставить на болты, оно должно так держаться, никуда не денется. В общем, оставляю пока так, но если там что-то вдруг какая-то что-то проблема будет, засверлюсь болты под болты под тай, чтобы шляпки ушли. Нарежу резьбу, стяну его и все, никуда он не денется. Да, при том, когда его протачивали, были свои штатные, штатная у него балансировка у маховика, получается мы ее нарушили, сточили, он изнутри, были тоже отверстия такие, этот волговские отверстия насверленные. И у меня, в общем, было сомнение, что его будет бить, и я не знал долго, как его отбалансировать. Но потом, как-то так вот, сам по размыслю, забил подшипник вовнутрь, 503, ну можно 203, но он чуть уже, поэтому 503 может быть. Лучше надо его забить ровненько, потому что здесь конус, он бывает наперекос встает, но ровненько ставишь, забиваешь и начал его балансировать. Вот, в тиски закрепил, ну что попалось, цапфа москвича или передняя ось. Чтобы не болтался он, я закрепляю гайкой, поджимаю. И у него был дисбаланс, вот где стрелочка, белым намечена, он все время этим местом опускался вниз. Всегда. Сколько я его сверлил, пока вот не досверлил до определенного, не знаю, пока не выбрал лишний вес. Вот напротив стрелочки, насверлены мои отверстия. Четыре отверстия, я не знаю, десятка глубиной миллиметров 20, наверное, или 25, не знаю точно с какой глубины. В общем, я добивался того, чтобы он останавливался в разных местах. Но мы видим, что он останавливается и сейчас никаких проблем с балансировкой не будет. вот это меня больше всего беспокоило. Сейчас выбьем подшипник и приставим его на место, на его штатное место. Вот так он ставится. Предварительно я вывел втягивающую шестерню. И вот так я таким способом подгонял стартер вместе с плитой вот этой вот, которую я сделал, к зубьям. Что для чего? Для того, чтобы не было, ну, как бы угадать зазором между зубьями, чтобы было зацепление такое, как надо. Поэтому вот так я сделал. Подвинул, прихватил сваркой тут, прихватил сваркой снизу, лишнее это срезал, обварил. Вот так у меня получилось. Посмотрим, как он будет в работе. Обязательно сниму видео, когда заведу двигатель. Поставлю на раму, заведу, покажу запуск, все прочее. Генератор будет стоять вот тут. Вот так. Ремень накинется. Да, кстати, ремень... Сейчас я размер сниму. Ремень 8,5-8018. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет работать. Всем пока!